добрый день уважаемые друзья с вами одессит на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня мы готовим настоящее блюдо с молдаванки с района молдаванки в одессе мы сегодня готовим картошку печеножаренную с чесночком и зеленью и для этого нам понадобятся вот такие вот продукты ребятки картошка картошку уже заготовил здесь нет ничего сложного взял среднюю картошку разрезал на 4 части на 4 части все просто на 4 части разрезал картошечку шкурочки картошечка помыл помыл картошечку нарезал на 4 части чесночок нарезал произвольно вот таким кубиком средним мелким большим кубиком зелень тоже произвольно петрушечка и укропчик масло соль перец это все нам пригодится и мы сразу начинаем готовить вы видите быстрое блюдо самое долгое то она будет просто жарит жарится я говорю почему жарится вы поймете я достаю из духовочки буду мешать при вас то есть я ее и пику и жарю мешая добавляю сразу масло хорошим достаточное количество масла на противень духовка где-то разогрета на 60 160 180 градусов примерно чтоб она жарилась а то и до 200 все вот достаточный такой слой что полностью покрыла маслом есть дальше я сразу же отправляю картошечку на наш противень вот так вот прямо как нарезал сразу отправил ребятки что я дальше с паками с укропчик чесночок нам я имею зеленушка чесночок нам не нужны мне нужны мои помощники палочки мешалочки я сразу с этим маслом который налил перемешиваю картошку на маленький нюанс видите чтобы она полностью вся была в масле я смотрю если масло не будет хватать я его добавлю так вот чтоб она я думаю достаточно у меня масло но оно должно быть вот видите сразу я перемешал что вся картошка была в подсолнечном масле также самое можно будет менее диетическое блюдо готовить на смальце и растопить смалец и готовить на смальце эту картошечку тоже будет очень вкусно но мы по классическому рецепту по одесскому готовим все разравниваю пока мясо по нам так не должно быть сильно большим слоем ребятки берите так картошки чтобы она покрывала полностью дно дно ваша про вашего противня где-то немножечко может быть кто-то то и вылез наружу о есть все больше я ничего не делаю пока мясо не солю не перчу отправляю в духовочку и встретимся я думаю как она начнешь кварчать как начнет поджариваться сверху и снизу потому что на масле достаточно масло снизу она начнет пожариваться сверху от снизу вернее а сверху запекаться вот двойной эффект почему я говорю что она печено жареная все ждем пока мясо на начнет зажариваться наблюдаем я думаю где-то минут 15-20 для этого нужно потому что картошка прохладная я к вам вернусь и дальше буду показывать как и что делать ребятки анекдот про картошку яный мужик приходит домой с работы начистил картошку мы сегодня что же жарим надеюсь не надо повторять такие вещи которые он делал он поставил жарить думает пока мясо на жарится на медленный огонь прикрутил я там выпью еще 50 грамм я говорю немножко полежу посмотрю телевизор выпил 50 грамм прилег и заснул соответственно картошка сгорела дым везде полностью соседи выживали пожарных пожарники пришли выбили дверь потушили полностью картошку затушили все огня нету дыма нету мужик очнулся как раз мужики нет вы кто мы пожарники так говорит пожарьте мне говорит картошку цех ритм и говорит не жарим и тушим так тогда стушите ее мне так ребятки сейчас буду доставать и покажу как мешаю сейчас вернусь достану и так и так смотрите достал картошечку на шкварчит то что я говорил снизу она поджаривается сверху запекается то есть мы буквально вот так вот немножечко его ее с днища под подъем о видите поджаривается снизу а об то что я говорил подъем нашими чудо лопатками мешалками сами направляют мои руки ребята да вот такие вот у меня лопатки эти все немножко поддели а теперь можно двумя нормально перемешать так аккуратненько смотрите так вот я все полностью и опять дальше отправляем с ребятки я сразу смотрю где поджарилась какая сторона отправляю та которая не поджарилась той стороной вниз видите распределяю опять же о посмотрел где-то не поджарилась все та которая пожаре с личиком наверх и также сама одну за друг другой картошечкой я это делаю вот так вот все сейчас все это выложу и отправлю в духовочку и потом вернусь еще через минут наверно 15 к вам ребятки смотрите что получилось достал уже к нашу печеную жареную картошку по одесски из духовочки и теперь будут заправлять еще не заправлял не солью не перцем ничем то есть что я сразу делаю ребята я солю ведь она в один слой посмотрите какая красота я солю перчу сначала посолил поперчил вкусу поперчил все есть у нас и сразу же добавляю ведь и не уже не буду ставить ее в духовку чеснок добавляется в уже в теплую бунта не в горячую не надо здесь тепловой обработки отправляют чесночок прямо на картошечку он таким вот образом весь наш чесночок нарезанный видите как я произвольно нарезал мои любимые помощники направляют мои руки это все солью перцем и чесночком я перемешиваю какой аромат сразу пошел да посмотрите какая красота ай-яй-яй-яй-яй вот так о замечательно перемешал чесночок все ребятки что мы делаем дальше мы накрываем нашу картошку зеленой шубой все распрямил немножко разровнял так одинаково чтоб разровнять и конечно это я много зелья не не буду все использовать вот так вот покрываю нашу картошечку сверху зеленушка укропчик петрушечка 3 какая красота сейчас ребята возьму тарелочку вилочку подготовлю сразу все и к вам вернулся и будем конечно это замена как раз еще настоится пропитается ароматами чеснока думаю достаточно еще здесь вот такая зеленая шуба ну что пробуем берем самый вкусный кусочек вот из-под низу я прямо дайте опа она вилочкой как по маслу даже не надо ножик видите что происходит картошечка вот она попекла она внутри печеная ребята а сверху жареная давайте пробовать какой кусочек горячая ребята напомнил вкус молодости моей если кто-то когда-то пёх картошку в углях вот внутри она вот такого вкуса как будто она в углях была печеная а сверху у жареной картошки два в одном это просто прелесть ребята готовьте просто готовятся по чесночок укропчик для картошечки это просто вот датки все не могу хочу кушать пойду кушать с вами был одессит на кухне ребятки там с пальчиками с колокольчиками с подписчиками приглашайте еще ребят кидайте в комментариях ваши идеи мы будем перерабатывать будем что-то готовить вместе интересное добра мира и шины всего самого хорошего вам и вашим семьям до скорых встреч пока пока друзья да 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 Продолжение следует...